В трудовой книжке у нее только одна запись принята в далеком 1959 году. Вторую запись ушла на пенсию, ей в документе сделали в 2004 году. 45 лет она проработала в одной из старейших школ Самары, в 25-й. У Евгении Аршутовой тысячи учеников, но даже сегодня, в 80 лет, она не сидит без дела. Связь со школой не теряю, занимаюсь общественной работой. 10 лет назад я получила звание, высокое звание, почетный гражданин Самарской области. Я горжусь этим большим званием, высоким званием. Ну, принимаю активное участие по возможности, чтобы его как-то, так сказать, оправдать и сейчас, в свои годы. Ну, вот так, а сегодня у меня красивый юбилей. Поздравить Евгению Александровну пришли не только родные и близкие, но и руководство города. Первый заместитель главы города Владимир Свостянин передал виновнице торжества подарок, а глава Самары Олег Фурсов сказал ей теплые слова по телефону. Уважаемый Евгений Александрович, позвольте по поручению Олега Борисовича Фурсова, главы нашего городского округа, поздравить вас с прекрасной датой. Поздравить, в первую очередь, как красивую женщину. Ой, вот это самое лучшее слово. Поздравление в адрес Евгении Аршрутовой передали ее бывшие коллеги, для которых она легенда и пример для подражания. И Евгения Александровна всю жизнь свою отдала школе. И до сих пор ее выпускники приходят в школу и ищут с ней встречи. И многие родители, бывшие ее выпускники, приводят детей в нашу школу, потому что они помнят, что здесь детей видят, слышат, о них заботятся. Во многом именно благодаря стараниям Евгении Александровны 25-я школа, которой два года назад исполнилось до 20 лет, стала одной из лучших в Самарской области. Сама именинница этим очень гордится. Сергей Ромашов, Василий Калдашов. События.